Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 марта. И вот по просьбе Валентины Рычковой я показываю свою рассаду, потому что она спрашивает, как развивается последняя партия томатов, вот которые еще не распекирована, что у нее взошли и тоненькие. Я тоже покажу сейчас свою. У меня тоже тонкая рассада, когда до пекировки, они же такие тоненькие, хрупкие стоят. Сейчас, вот у меня тут неудобно, я пройти равномерно не смогу. Сейчас несколько лотков покажу, потом спущусь на землю, снова поднимусь, покажу следующие. Конечно, начинается вот этот вот самый первый посев. Эту я уже распекировала. Вот это первый посев, не распекированная, но этот же день. И вот это у меня, они просто попались. Это вот проверка всхожести. Так я их болтаю, ношу вместе со всеми, не знаю, что с ними делать. Потом у меня идут распекированные, вот несколько лотков. А дальше сейчас, подождите, ой, 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 так, немножко упали мы. Сейчас я продвинусь, тут мешков больше нету, сейчас я залезу вот на этот мешок. И вот как раз, так вот это все у меня, все идет распекировано, 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 распекировано. И вот те самые посевы, которые 23 февраля, видите, когда они рождаются, хоть они у меня и под лампами, хоть они у меня и вроде в таких же условиях, они немножко как потянутые, видите, как тоненькие такие. И опять же тут различаются те, которые, вот они, толстоножки, в этот же день посеяны, они вроде как немножко поприземистее, а вот которые по характеристикам высокорослые, они вот такие, ну вот прям как ниточки. Я не расстраиваюсь, все это выправится. Вот тот посев, где я говорила, что трафаретом по трафарету сеяла, видите, вот все они равномерненько. Тут опять идет у меня распекированные, которые я сегодня показывала, что я распекировала, 5-6 дней не поливала их. Короче, рассада вся разная, конечно, зависит и от сортовых характеристик самого томата. Вот видите, здесь вот такие вот былинушки, а эти вроде как поприземистее. И все они и от срока посева, и от сорта томата зависят, и бывает, что и потянутся. Сегодня специально на тему такой вытянутой рассады, которая вытягивается, я снимала видео. Смотрите, я дала свои практические советы, что делаю я. Ну, конечно, никакого велосипеда я не изобретаю. Я вот сейчас только-только покажется, вот один настоящий листик. Лучшее средство от вытягивания – это ранняя пикировка. Я буду сразу их пикировать, те большие буду пикировать в стаканы. И все, все это выправится. Я вот сегодня специально вынесла в теплицу, хотя у нас не очень жарко, даже нет солнца, и здесь прохладненько. Это еще один инструмент, как уберечь от вытягивания, то есть немного понизить температуру. Дома, конечно, им жарко, вольготно, видите, они какие, ну, прям нитки. Но все равно я уверена, вся рассада эта будет хорошая, будет здоровая. Не будем их называть больше ни заморышами, ни хиликами, ни уродцами. Все они у нас красавицы. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok